Перекрёсток улиц Калинина и Тениста уже не в первый раз приковывают к себе внимание городских депутатов. Казалось бы, всё уже решено. Здесь строится дополнительная полоса, оборудуется место под остановку, проложен тротуар. Но даже несмотря на то, что внешний облик перекрёстка уже сформирован, возможно, в конечном итоге он будет выглядеть по-другому. Реконструкция перекрёстка началась одновременно со строительством торгового центра. Въезд Калинина будет одним из трёх, но именно ему особое внимание. Многие депутаты высказывают мнение, что и без того перегруженная на этом участке улица Калинина может вообще встать. И выделенный со стороны заводской карман для поворота налево к торговому центру не поможет. Пять машин в карман заедет налево, поворот. Пять машин там больше не поместится. А пять будет стоять в левом ряду. Представьте себе, 50 человек одновременно захотят вернуть налево. Очередь выстроится до ломоноса вакуума. Полоса для поворота налево должна быть длиннее, лучше от самой заводской, считают некоторые депутаты. А на Т-образном перекрёстке Калинина-Заводская необходимо поставить светофор, чтобы направить часть потока на заводскую, откуда также можно попасть на парковку торгового центра. Но чтобы ещё больше разгрузить улицу, депутаты предложили сделать ещё одну полосу движения в обе стороны. Для этого нужно отрезать часть разделительной зелёной зоны. Когда мы едем в микрорайон, две полноценные полосы для движения прямо. Когда мы едем из микрорайона, у нас одна для поворота налево и одна для движения прямо. Она в районе 6 метров. 8,2. Ну и нельзя две сделать. Нет, смотрите, её можно сделать две, если отрезать в районе метра от газона. Здесь, здесь. Представитель ГИБДД рассказал, такой вариант реконструкции предлагали, но застройщик предпочёл нынешний проект, ведь чтобы сделать дополнительную полосу, придётся перенести опоры троллейбусных линий. Это потребует дополнительных расходов, но их понесёт не город, а застройщик. Чтобы детально проработать все поступившие предложения, на комитете создали рабочую группу. Депутаты и представители администрации проанализируют поступившие предложения и предложат наиболее подходящий вариант дальнейшей реконструкции. Временное изменение ещё есть. Сроки по реконструкции этой развязки должны завершиться к моменту получения разрешения на ввод этого торгового центра. В течение 2016 года все вопросы по этой развязке должны быть завершены. Торговый центр и всю прилегающую инфраструктуру должны сдать в эксплуатацию в конце 2016 года. Антон Сельвоник, Василий Пронькин, Альфа Новости. Продолжение следует...